Минская группа ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта вновь вернулась в мировую повестку. В Баку ее существование отрицал Минроссии Сергей Лавров. Баку считает, что все вопросы решены, нет необходимости в этой группе. Однако с этим категорически не согласен Ереван. Вопрос такой, есть ли необходимость в этой группе после всех подписанных соглашений между Россией, Арменией и Азербайджаном? И какие вопросы сейчас может решать Минская группа? Минская группа умирала и возрождалась много раз за свою историю. Можно это назвать не так радикально, скажем так, замораживалась и опять начинала действовать. Однако так, как сейчас, еще не было. Дело в том, что Минская группа возникла в ситуации, которой уже нет. После войны 20-го года, 2-й Карабахской войны, действительно, Азербайджан отказывается обсуждать статус Народной Карабахской Республики вообще. Строго говоря, Азербайджан, ну, по крайней мере, публично говорит о том, что не только Карабахской проблемы нет, а Карабаха, собственно говоря, нет. Что, конечно, к реальности имеет мало отношения. Формат Минской группы – это тот формат, в котором можно обсуждать статус Народного Карабаха. Одним из принципов существования Минской группы являлся именно этот. Что касается сопредседателей, это Соединенные Штаты, Франция и Россия, то им трудно работать место как по объективным, или как по глобальным причинам, так и по местным причинам. Местные я уже изложил, то есть очень разные взгляды на этого Азербайджана и Армении. А глобально, ну, в силу украинского кризиса и всего того, чего существует вокруг него, ну, Россия и Российская Федерация взаимодействовать с западными странами, особенно Соединенными Штатами, ну, мягко говоря, сложно. И вот весь этот комплекс приводит к тому тупику, о котором вы спросили, и который приводит к серии заявлений с разных сторон, которые противоречат друг другу. Минскую группу ведь не убивают. Там есть бюджет, там есть люди, которые ездят в командировки, там есть работающий аппарат. Этот аппарат не может работать на урегулирование конфликта, потому что, строго говоря, на дорегулирование конфликта не готов работать Азербайджан вообще. Азербайджан воспринимает любые форматы переговорные как продолжение войны другими средствами, да, о консенсусном решении речи не идет. Если и когда это изменится, а на это может повлиять очень много разных обстоятельств от кризиса вокруг Украины, российско-западных взаимоотношений до баланса, собственно, внутри Южного Кавказа. То тогда может быть задействован какой-то третий вариант, какой-то другой вариант. И, в принципе, нельзя исключать того, что будет задействован и минский процесс. Это кастинг такой идет. Некоторые заявления Лаврова в Баку вызывают недоумение. Что это? Демонстративное подчеркивание, что отношение с Баку намного важнее, чем с Ереваном? Сейчас внешняя ситуация такова, что Россия пытается на Южном Кавказе, под Южным Кавказом я имею в виду, ну, в данном случае, Армению, Азербайджан и Карабах, да, без Грузии. С Грузии другой формат у России действует. Они пытаются, ну, поддержать какой-то стендбай, чтобы, есть у компьютерщиков такой термин, да, стендбай. Ну, вот, чтобы была какая-то стабильность, чтобы Южный Кавказ не мешал России заниматься тем, что на сегодняшний день является центром российской внешней политики, а именно российско-западные взаимоотношения и весь комплекс того, чего происходит вокруг Украины. Для того, чтобы это делать, России нужно и с Азербайджаном, и с Арменией пытаться каким-то образом поддерживать благоприятный для них статус взаимоотношений. Это они и делают всего лишь. На Украине на вооружении ВСУ замечены вооружения, созданные в Азербайджане. Поставки из этой страны были замечены еще до спецоперации. Хотя официально у Баку нейтральная позиция, однако все действия показывают, что Азербайджан на стороне Киева. Азербайджан пытается поддерживать достаточно благоприятные отношения, ну например и с Россией и с Турцией, ну например и с Россией и с Западом, работать на западных полях, работать на собственном украинском поле. А вот то, что происходит в Украине и вокруг нее, это напрямую связано с Западом. Работать на собственных европейских площадках и так далее. То есть они пытаются это делать достаточно последовательно, достаточно давно. Выбирать какую-то из сторон в этом конфликте, боюсь, что не только для Азербайджана, но для очень многих стран. Например, для всех трех Южно-Кавказских, да, и для Грузии, и для Армении, и для Азербайджана. Это, в общем, не самая хорошая идея, это может серьезно повлиять на риски, связанные с безопасностью. И Азербайджан, в общем, поступает так, как он поступает. Я не думаю, что азербайджанское оружие может сыграть решающую роль в том, что происходит в Украине. Но Азербайджан – страна, ну, например, которая производит и экспортирует энергоносители. То есть ей некоторые виды лояльности нужно демонстрировать Западу. Азербайджан – страна, которая напрямую граничит с Россией, и в основном, чтобы там ни говорилось, оружие в Азербайджане российское. Да, и есть довольно много форматов взаимодействия Азербайджана с Россией. Соответственно, ему нужно некоторую лояльность демонстрировать, и России тоже. Кстати, это одна из причин того, что ситуация в Карабахе и вокруг него развивается примерно так, как она развивается. Теперь о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, на подписании которого настаивает Баку. При каких условиях Ереван готов его подписать? Баку нужен не мир, Баку нужен Карабах. Баку настаивает на подписании такой бумаги, такого договора, которую можно было бы представить внутри Азербайджана, а может быть и не только, как признание Арменией территориальной целостности Азербайджана вместе с Арцахом. Повторюсь, представить таким образом, что там на самом деле будет, это другой разговор, ведь может быть какой-то текст, который в Армении может быть представлен одним образом, в Азербайджане другим образом, хотя это будет один и тот же текст. Я не думаю, по-серьезному, я не думаю, что такой договор возможен в ближайшее время, потому что не существует этой проблемы, проблемы договора между Азербайджаном и Арменией в безвоздушном пространстве. Он завязан с целой серией довольно сложных других переговорных процессов и даже таких проблем, в которых нет переговорного процесса. Это дорога или коридор из Азербайджана в Турцию, имеется в виду из основной, то есть восточной части Азербайджана в Нахидживан, но реально же это дорога в Турцию, понятно, да, это делимитация и демаркация границ, это вехать комплекс. Если смотреть из Баку, и если целеполаганием ставить то, что реально Баку ставит своим целеполаганием, да, а именно чтобы Арцах, территория Арцаха, она подчинилась Баку, да, официально. Баку же не нужны жители, которые там живут, им не нужны люди, им нужна земля. Соответственно, этот вопрос можно решить одним из двух способов, даже теоретически, там, великим политологом для этого быть не обязательно. Либо этих людей нужно всех убить или депортировать, то есть решить этот вопрос таким образом, каким образом Азербайджан решил для себя вопрос тех территорий, которые заняты в результате второй Карабахской войны, Гадрута, там, Пердзора, ну и так далее, да. То есть либо вот это сделать, либо пытаться разговаривать с этими людьми и найти какое-нибудь консенсусное решение по этой праве. Первое Азербайджан не может делать в силу нахождения там российских миротворцев. Второе Азербайджан не хочет делать, и он не признает право этих людей на субъектность, право вот этого образования на то, чтобы с ними взаимодействовать. Тупик. Соответственно, этот тупик, он не какой-то там искусственный. При том расхождении позиций сторон, мне очень трудно представить себе вот схождение позиций до такой степени, чтобы это была какая-то позиция, которая устраивала и Армению, и Азербайджан. И последнее, короткое вопрос, то, что вы спросили, позиция Армении. Ну, то есть официальная позиция Армении, она такова, что нужно соблюдение, по крайней мере, премьер Армении несколько раз это говорил, соблюдение прав жителей Арцаха, всех прав, которые должны быть у людей, которые проживают на этой территории, и соответствующие гарантии для этих прав. Но эти права в нынешнем Азербайджане обеспечены быть не могут. Просто, ну, в Азербайджане, например, существует закон, что положение такое о том, что этнические армяне не могут на территорию Азербайджана приезжать, любые этнические армяне, каких угодно граждаться. Американцы, россияне, я не знаю, украинцы, французы или аргентинцы. Не могут. Как вот это предполагается? Ну, вот будут даны какие-то гарантии. На какой территории? Вот человек в Бардакерте сможет, пристал, ну, жить, а 3 километра от Бардакерта, или там 10 километров он не сможет отъехать? То есть вот кто будет обеспечивать эту безопасность? Каким образом она будет обеспечена? Это все некая красная лидия, с которой, ну, мягко говоря, чрезвычайно сложно работать. Поэтому я не думаю, что реальное мирное соглашение, оно возможно в какое-то ближайшее время, потому что конфликта не исчерпал. Конечно, Россия сейчас в основном озабочена не Южным Кавказом, не только Россия, кстати, и не до Южного Кавказа, у нее много других забот. И это и приводит к уменьшению внимания России или влияния на Южном Кавказе. Повторюсь, под Южным Кавказом в данный момент я имею в виду Армению, Азербайджан и Арцах. И Азербайджан это понимает лучше, чем я или вы, и постоянно прощупывает красные линии, постоянно, так сказать, надавливает, пытаясь увидеть реакцию, пытаясь увидеть, как далеко можно зайти, что можно подготовить для будущего и так далее. Это прямое следствие украинского конфликта. На каком этапе сейчас обсуждение вопросов о разблокировке дорог? Представить себе разблокировку дорог, что значит дорога? Азербайджан не интересует дороги вообще. Азербайджан интересует одна конкретная дорога. Речь идет о том, чтобы связать основную часть Азербайджана с Тахидиваном и дальше в Турцию. Это не экономический проект. Это политический проект. Железная дорога из Азербайджана в Турцию есть. Называется она Халкалаки-Карс или Татвилиси-Карс. И она фактически не действует. Уже несколько раз там всякие разноцветные вагончики проезжали, ленточки развязали. Но там возить особо нечего. Там не происходит какой-то силы активности. В этом не особо есть потребность. То, что действительно нужно экспортировать Азербайджану в Турцию и через Турцию, это нефть и газ. Эти нефтепроводы есть. Они работают прекрасным образом. Никакая Армения для этого не нужна. Что касается передвижения людей по территории Ирана, есть дорога. Никаких проблем. Она очень хороша. Никаких проблем, потому что по ней передвигаться тоже нет. Повторюсь, это политический проект. И идея, которую изложили на самом деле в соглашении от 9-го и 10-го ноября, это ведь другая идея. Там говорится о разблокировании коммуникаций. Всех коммуникаций. Могу ли я себе сегодня представить, что армянский водитель, ну вот что я, вот у меня есть автомобиль, что я завтра захочу и смогу сесть на свой автомобиль и через Баку проехать, предположим, в Дербент или там Таврис. Ну, мягко говоря, сложно мне такое представить. Это невозможно представить. Вот это, чтобы это вот безопасно. Кто будет обеспечить мне безопасность каким образом? Могу ли я представить, что торговец какой-то, бизнесмен захочет провести свои там, я не знаю, что абрикосы или еще чего-нибудь из Араранской долины в Ставрополь через территорию Азербайджана на свои фурии с армянскими номерами. Тоже не могу. Соответственно, речь с точки зрения Азербайджана речь не идет об открытии всех коммуникаций. Речь идет о одной конкретной коммуникации, причем довольно специфической. Вот те 40 километров, которые проходят по югу Армении. Это технически можно осуществить. Будет осуществлено или нет, посмотрим, но переговоры вокруг этого идут. Вообще Армения во время Советского Союза, она была, речь идет о железной дороге, она была железнодорожным хабом, узлом. Из России в Иран по железной дороге можно было попасть только через Армению. Из России в Турцию по железной дороге можно было попасть только через Армению. Из Грузии в Турцию по железной дороге можно было попасть только через Армению. Из Грузии в Азербайджан существовало две дороги. Одна была напрямую, вторая была через Армению. Опять же, тоже она, если я правильно понимаю, была основной. Вот все эти пути, они за время Карабахского конфликта, то есть начиная с конца 80-х годов, они постепенно Армению обошли. И теперь все эти коммуникации идут вокруг Армении. Ну, по понятным причинам. Значит, этих причин было две. Первая причина, это была, я сказал, понятная, но потом подумал, что, может быть, как минимум молодым зрителям или слушателям будет не вполне понятно. Первая причина, это Абхазская война, точнее, Абхазские войны, ну и, кстати, в которых было нарушено сообщение между Грузией и Россией железнодорожная. И второе, это Арцах и вот все, что вокруг него, вот тот армяно-азербайджанский конфликт, давайте это так. И это уже не так. Все эти пути Армению обошли. Вот последним звеном в этом был бы тот проект, который сейчас есть, и он будет осуществлен, который будет сейчас осуществить азербайджанцы и турки. Дело в том, что формально эта дорога будет проходить по территории Армении. Но на самом деле она к остальной армянской железнодорожной сети не будет иметь никакого отношения. И это будет еще один обход, как это не парадоксально звучит, а по территории Армении, обход Армении. То есть это будет еще одна дорога, которая будет приводить к тому, что будут какие-то взаимодействия стран вокруг Армении при определенных гарантиях, которые Армению обходят. То есть, ну, понятно, что поезда будут идти по территории Армении или там автомобили, если так будет. Но речь не идет совсем, чтобы доставлять грузы там из какого-нибудь Мегри в какого-нибудь Агарак или там из одной деревни в другую деревню. Это порядка 40 километров, чуть больше. Это просто о том, чтобы поезда ездили из Азбадена в Турцию по территории Армении. Поэтому это достаточно сложная парадигма. В принципе, если говорить теоретически, ну, хорошо ли, чтобы работали вообще дороги? Да, хорошо. Но в нынешней ситуации... Хорошо ли, чтобы у стран были долимитированы, домаркированы границы? Хорошо. Хорошо, чтобы конфликты были урегулированы? Тоже хорошо. Хорошо ли, чтобы были мирные договора, признания взаимные? Тоже хорошо. Но в нынешней ситуации, при, повторюсь, незавершенном конфликте, это представить сложно. Спасибо вам большое. Недвижение. Спасибо. Спасибо вам.